Стрижка британских котов, когда и как необходимо это делать. Британцы давно и надежно завоевали сердца любителей кошек. Их короткая плюшевая шерсть с мягким блеском создает обманчивое впечатление в ненужности особого ухода и специальной диеты. На самом деле, волосяной покров кожи британских кошек имеет двойную структуру плотной подшерсток, остевые покровные волоски той же длины, что и подшерсток. Благодаря этой структуре шерсть представителей этой породы приобретает эффект плюшевости с перламутровыми переливами. Во многом этот эффект зависит от сбалансированного питания и правильного ухода за шерстью, неотъемлемой частью которого является стрижка британских кошек. Как это происходит и для чего это нужно, расскажет эта статья. Уход за шерстью. Один-два раза в неделю нужно расчесывать шерсть британца металлической средней частоты расческой и массажной щеткой с натуральной щетиной. Сначала по росту шерсти, а затем против шерсти. Начать следует со спины питомца, затем чесать вдоль боков, переходя на грудь. Щеки и шеи расчесываются по направлению к мордочке кота. После процедуры расчесывания вся лишняя шерсть убирается с помощью резиновой варежки или влажных ладоней. Обязательно листрижка британского кота к сведению? Рекомендуется заканчивать подобную процедуру нанесением на расчесанную шерстку протеинового кондиционера или спре против линьки. Такие средства позволяют улучшить структуру шерсти и сохранить здоровый блеск. Примерно раз в три недели рекомендуется чистка шерсти сухим шампунем или пудрой, которые втираются массажными движениями в шерсть, а затем тщательно вычесываются щеткой. В составе подобных средств находятся силиконы, специальные компоненты, очищающие шерсть от подкожного жира, грязи, снимающие статистическое электричество и придающий объем. Раз в три месяца необходимо купать кошку с использованием качественного шампуня, в составе которого присутствует лицетин, кондиционер и антистатические компоненты. После мытья следует тщательно высушить шерсть при помощи нескольких полотенниц и, если кошка не боится фена, а затем тщательно расчесать. Вычесывание лишней шерсти британца нужно проводить два раза в неделю. Расчетывание позволяет избавиться от лишних выпадающих волосков, которые в процессе вылизывания оказываются у британца в желудочно-кишечном тракте. Волосяной кум может привести к закупориванию желудка и непроходимости кишечника, как следствие, кошка страдает от отсутствия аппетита, запоров и рвоты. Пытаясь избежать возникновения подобных проблем, владельцы задумываются о стрижке британских кошек. Можно ли стричь британских кошек? Ветеринары рекомендуют стрижки британцев в целях гигиены. Британская кошка после стрижки выглядит очень эффектно предотвращение повреждений на коже. Пытаясь избавиться от колтуна, питомец может выдернуть клок шерсти, травмированный кожный покров, идеальная среда обитания для размножения. Бактерии грибков, провоцирующих развитие лишая или кожных заболеваний. Профилактика проблем желудочно-кишечного тракта причиной, которых является образование плотного волосяного кома. Пожилые длинношерстные питомцы не в состоянии качественно ухаживать за шерстью. Следствием чего являются множественные колтуны и каловые шарики на задней стороне бедер и нервозность животного. Британские коты Так же как шотландцы персы, сибирские и норвежские лесные тяжело переносят жаркие дни, обладая плотной шерстяной шубкой пригодной для жизни и в холодных климатических условиях. Стрижка британских котов позволяет облегчить это состояние и улучшить самочувствие. Обратите внимание, не рекомендуется постригать котов, длина шерсти которых короче 40 мм. Подготовка к стрижке Перед стрижкой рекомендуется подстригать кошки когти, а затем купать. Срезанные когти обезопасят хозяина от серьезных царапин, которые кошка может нанести во время стрижки, испугавшись. При помощи специальных щипчиков для когтей срезается кончик когтя около 2 мм. Если срезать больше, можно причинить кошке боль, задев нервные окончания или кровеносные сосуды. Стрижка когтей кошек у британцев проводится раз в 2-3 недели. Подобная регулярность не позволит когтю расщепиться или вырасти неправильной формы. К сведению. Чистая шерсть – залог ровный, держащий форму стрижки. Кроме того, чистая шерсть не тупит и не портит лезвие инструментов. Просушенным полотенцем или теплым воздухом из фена шерстку нужно тщательно расчесать. Если обнаружились небольшие колтунны, аккуратно их распутать при помощи расчески. Рекомендуется начинать с нижней части колтунна, постепенно поднимаясь выше. Для облегчения распутывания можно слегка сбрызнуть специальным сприм, предназначенным для этих целей. При обнаружении крупных запущенных колтуннов или невозможности их распутать, аккуратно срезать. Срезать свалявшийся колтун лучше машинкой для стрижки волос. Срезая колтунны ножницами, нужно соблюдать осторожность, прощупывать расстояние между шерсткой и кожей, исключая вероятность случайно травмировать кожу кота. Важно! Во время стрижки котов британцев нельзя применять седативные средства или наркоз. Мастер должен найти подход коту, чтобы он мог успокоиться и расслабиться. При помощи машинки снимается шерсть сначала на боках, спускаясь к подмышечным впадинам, к животу, а затем к задней части тела. Минимальная длина шерсти должна быть 5 мм, это позволит исключить раздражение зуд после стрижки. Хвост стрижется по желанию, например, оставляя небольшую кисточку на конце. Шерсть с лапок срезается по локтевой сгиб, оставляя своеобразные носочки, которые можно слегка подровнять филировочными ножницами. Ни в коем случае нельзя постригать шерсть на голове, в ушах и ссы кота. Подстрижку когтей нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить кровеносный сосуд стриженной. Британцы после процедуры обтираются влажной салфеткой либо купаются в чистой теплой воде. Подобные действия избавят питомца от оставшихся и колющих нежную кожу волосков. Как часто постригать кота? Частота стрижки зависит от следующих обстоятельств. Длина шерсти кота. Представители персидской или ангорской породы постригают чаще, чем краткошерстных британцев уход в домашних условиях. Регулярное мытье и вычесывание шерсти минимизируют возникновение колтунов, снижая частоту гигиенических стрижек назначить внеплановую. Стрижку также как и отменить предстоящую может ветеринар в зависимости от состояния здоровья кошки. Лечение некоторых кожных заболеваний проводится после стрижки шерстяного покрова. Обострение хронических заболеваний или плохое самочувствие кота может быть причиной для отмены стрижки. Обычно шерсть после стрижки отрастает в течение 3-5 месяцев. Длинношерстные породы постригаются 2-3 раза в год. Кошек со средней густотой шерсти достаточно постричь 1-2 раза в год. Слишком частая процедура может привести к повреждению кожи, которая шелушится и зудит. Кроме того, нужно учитывать, что, лишаясь шерстяной защиты, бриты, британцы становятся уязвимы перед солнечными лучами, сквозняками и резким перепадом температуры летом. Некоторые хозяева проводят стрижку кота во время леньки для поддержания порядка и уменьшения количества выпавшей шерсти на территории квартиры. В случае затяжной леньки, когда выпадение шерсти продолжается в течение длительного времени, стрижка питомца бесполезна. Новая шерсть по мере отрастания также будет выпадать. Поэтому следует искать причину подобной патологии, например, в несбалансированном питании, реакции на новые продукты или средства. Гигиены, высокой влажности, болезни, угнетенном стрессовом состоянии. Груминг эстетическая или гигиеническая процедура. Если у кота нет противопоказаний и его хозяин решился на гигиеническую стрижку, так почему бы тогда не совместить приятное с полезным? Сделав стрижку эстетически привлекательной, профессиональный грумер подскажет, какая модель стрижки подойдет для кота той или иной породы, ориентируясь на индивидуальные особенности и комфорт питомца. Обратите внимание, постепенное приучение котенка к грумингу позволяет избежать стрессовых ситуаций во время стрижки уже у взрослого кота. Стрижка «Французский лев» – одна из популярных среди кошачьих причесок. Стрижка «Французский лев». Шерсть кота на спине, боках, животе, верхней части лапы, части хвоста снимается машинкой. Нетронутая длинная шерсть на голове и шее питомца по сравнению с лысым телом напоминает форму гривы льва. Еще большую схожесть с крупным хищником придает пушистая кисточка на кончике хвоста. По желанию хозяина носочки на лапках питомца филируются или слегка укорачиваются при помощи ножниц. Можно ли стричь британских котов подобным образом? Конечно, да, в отличие от пушистого персидского льва, британец с такой стрижкой будет выглядеть милым львенком. Британский французский лев еще одной популярной имитацией подкрупного хищника семейства кошачьих является стрижка пума. Выполняется она аналогично технологии французского льва. Отличием является нетронутая шерстка на груди и хвосте кота. Подобная прическа выигрышно смотрится на крупных котах с развитой грудной клеткой, например, на мейнкунах. Стрижка пума – оптимальный вариант для кошек с плотной шерстью средней длины, например, британских или веслоухих шотландских. Модельная стрижка – дракончик. Грумер при помощи машинки срезает шерстяной покров с боков и живота кота, оставляя полоску шерсти по всей длине спины и хвоста. Далее, в зависимости от фантазии и мастерства кошачьего парикмахера этой полоске придается форма зубчиков на одинаковом расстоянии. Друг от друга имитируя нарост на спине дракона. Стрижка – дракончик. Среди владельцев британских котов пользуется спросом прическа кот в сапогах. Она чем-то напоминает стрижку пода льва, но за счет более короткой плотной шерсти британцев эффект гривы не такой явный. Стриженный кот – британец с укороченным пушистым кончиком хвоста и в пушистых сапожках на лапках становится похожим на мультипликационный образ. К сведению, в салонах или ветеринарных клиниках под процедурой груминг подразумевается не только стрижка кота, но и стрижка когтей, чистка ушных. Раковин, глаз и полость рта. Цена подобной услуги зависит от комплекса процедур породы кошки, сложности выполняемой стрижки уровня мастерства грумера. Не все питомцы стойко переносят стрижку шерсти. Одни начинают нервничать при перемещении переноски или автомобиле, поэтому выходом в подобной ситуации является выезд мастера на дом, что, конечно же, отразится на стоимости услуги. Другим кошкам неприятно прикосновение посторонних рук, какими бы ласковыми и профессиональными они не были. В таких случаях хозяину приходится самостоятельно и осваивать ремесло грумера. Стрижка кот в сапогах как постричь кота в домашних условиях. Для начала необходимо приобрести необходимые инструменты. Металлическая расческа средней частоты зубьев, которая не раз понадобится. И в других уходовых процедурах парикмахерские ножницы. Электрическая машинка для стрижки волос мощностью 4,5 киловатта. Мощность важна особенно для стрижки и длина шерстных пород и котов с плотным набитым подшерстком. Более слабая машинка просто не справится в подобной ситуации. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на звук машинки. Чем он тише, тем меньше вероятность испуга животного перекись водорода. На случай возможного повреждения кожи, дезинфицирующий раствор для обработки инструментов, влажные салфетки без запаха для удаления срезанных волосков. Место для проведения процедуры должно быть хорошо освещенным и достаточно высоким, примерно на уровне живота. Чтобы хозяин не сильно наклонялся, например, гладильная доска или стол. Провести стрижку одному на первых порах не получится, поэтому желательно наличие помощника, который будет удерживать кошку в процессе. Фиксируется питомец за передние и задние лапы в положении лежа на боку. В процессе стрижки шерсти нужно разговаривать с питомцев, дать ему возможность расслабиться и успокоиться. Не нужно стремиться подстричь за раз нервничающее животное, лучше провести процедуру в несколько подходов. После окончания стрижки обтереть влажной салфеткой или сполоснуть в теплой воде, чтобы срезанные волоски не раздражали и не кололись. Рекомендуется вознаградить кошечку ласковым словом и любимым лакомством, чтобы стрижка не ассоциировалась с неприятным действием. Обратите внимание, негативную реакцию большинства кошек вызывает не факт лишения шерсти. Во время стрижки их трогают за уязвимые места, что они воспринимают как покушение на личную свободу. Подобные отношения они способны выносить не более 20 минут. Именно за это время профессиональный грумер или хозяин должен постричь питомца. Рекомендуется воспринимать грумер как гигиеническую процедуру, не обращая внимания на какие-то эстетические погрешности. Психическое здоровье и спокойная реакция кошки на повторение процедуры важнее амбиций хозяина.